Уже почти 50 лет мир единоборств обсуждает легендарную личность Брюса Ли после его смерти. Так и не придя к единому выводу, был ли этот человек просто актером и пропагандистом боевых искусств или реальным непобедимым бойцом. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Привет, с вами проект Муай Тай Си Кей и я Варченко Виталий. А в этом видео мы посмотрим и проанализируем реальный бой. Конечно, если это можно так назвать, Брюса Ли. Я думаю, моим зрителям не стоит рассказывать всю биографию Брюслика, вы и так уже знаете предостаточно. Я только остановлюсь на некоторых мифических моментах. Прежде всего хочется сразу сказать, кто бы что ни думал и кем бы не считал Брюса Ли, все равно он остается человеком, который сделал огромный вклад в популяризацию боевых искусств по всему миру. И уже только за это он достоин уважения. А каким он был бойцом, дело второстепенное. Лично я рос на его фильмах, и они также сыграли роль в моем увлечении единоборствами. Думаю, как и целого поколения того времени. А в этом видео мы все-таки попробуем разобраться, каким же бойцом был Брюс Ли. Сразу хочется сказать, что Брюс начал заниматься единоборствами, а именно Тай Цзэ Цюань в 14 лет. А Вин Чунь, который стал для него основным, в 16. То есть он не был ребенком Шаолиня, которые с 6 лет уже каждый день пашут на тренировках по 8 часов. Да и занятия именно Тай Цзэ Цюань и Вин Чунь очень сомнительны для реальных боев. И это уже доказано неоднократными боями, которые вы можете посмотреть в подсказках и в описании под видео. Тай Цзэ 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 Цзэ. С точки зрения тренированности Брюс Ли был очень одаренным парнем. Да и к тому же очень самоотверженным в тренировках. Об этом говорили все, кто его знал. Но в наши дни все бойцы понимают, что перебивание 10 кирпичей, отжимания на одном пальце 20 раз, 100 подтягиваний на турнике абсолютно не связано с тем, какой ты боец. Это разные вещи. И умение бегать марафон на 40 километров не гарантирует того, что ты не ляжешь в ринге в первом раунде. Также я думаю, вы все знаете, что Брюс Ли создал свой вид единоборств – джиткундо. Но беда в том, что никто из его учеников, да и вообще представителей этого направления нигде не засветился. То есть не было громких побед в каких-то турнирах, хоть по каким-то правилам. Даже до наших дней. А это заставляет очень хорошо задуматься об эффективности этого направления. К тому же большинство феноменальных мифов и способностей Брюса были опровергнуты или развенчаны. Например, его игра нунчаками в теннис или зажигание летящих спичек. Это оказалась реклама, а мячик в пинг-понге монтажом, таким же, как и вспышки от спичек. Его дюймовый удар также повторяли, но главным образом это был толчок расслабленного напарника. В общем, бесконтактники исполняли еще и не такое. Отжимания на одном пальце, которые Ли делал 5 раз, ребята делают по 80 раз. Хотя, конечно, не с такой идеальной техникой, но я думаю, что с идеальной могут отжаться тех же 5 раз без проблем. А теперь давайте перейдем непосредственно к бою. На видео Брюс Ли с белыми нитками сзади. Я не могу назвать этот бой реальным, скорее показательным на реальных скоростях. И в этом, мне кажется, вся проблема, которая не дает оценить реальные умения Брюса. Я буду отмечать некоторые моменты. Во-первых, это расслабленная стойка. Ли ждет атаки оппонента и только потом делает удар на опережение. Это очень важный момент. Работа на опережение и навстречу действительно самый эффективный способ ведения боя. Но она имеет много нюансов. А в данном случае мы имеем напарника Ли, который тупо показывает свою атаку и сразу останавливается после любого удара Ли, который до него достал. Что я хочу сказать? То, что в реальном бою боец, пропустивший удар, не останавливает свою атаку, а идет дальше и засыпает ударами противника. А это заставляет действовать совершенно по-другому и более осторожно. Также противник может сделать обманные действия или удар, чтобы заставить показать свой удар навстречу, а потом самому на этом ударе словить. Боксеры понимают, о чем я говорю. Это называется раздергать соперника. В нашем же случае бой больше похож на показательное выступление венчуновцев, где один бежит в атаку, а второй его перебивает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok С одной стороны, Брюс Ли показал хорошие навыки в бою. Ловил навстречу руками и ногами, бил на опережение. Но с другой, он был слишком расслаблен, как в кино. Знал, что его никто не будет забивать, а противник будет сразу останавливаться после попадания. Конечно, вся беда и повод для споров – это отсутствие реальных боев Брюс Ли на каких-либо турнирах. Хотя, я думаю, и это нам сильно бы не помогло, так как уровень бойцов в то время, а именно каратистов, оставлял желать лучшего. И сейчас мы можем только улыбаться щаков Норрисов и им подобных, которые считались непобедимыми убийцами тигров одним взглядом. Продолжение следует... В общем, как-то так. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить заслуг Брюса Ли, скорее развеять миф непревзойденного бойца. Лично мое мнение, что в наше время, именно как боец, Брюс Ли был бы довольно средненьким бойцом. Но тогда он был богом. В любом случае, он был и остается мастером для всех пацанов, таких же, как я, которые смотрели его фильмы, а потом во дворе кричали кия и рубили ногами кусты крапивы. Напиши в комментах, что ты думаешь про легендарного Брюса Ли. Подписывайся на канал, ставь лайк, если уважаешь Брюса Ли. Жми колокольчик и поделись видео с другом, пускай скажет свое экспертное мнение диванного бойца. А если ты хочешь освоить жесткий тайский бокс, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова